Музыка Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Когда женщина узнает, что станет матерью, она испытывает чувство, которое трудно передать словами. Ей кажется, что в мире никогда и ни с кем не происходило ничего подобного. Во время беременности организм будущей мамы подстраивается под новое состояние. И сразу возникает множество вопросов. Как реагируют на беременность системы и органы? Как происходит адаптация к изменениям в этот период? Как чувствует себя ребенок в утробе матери? Компетентные ответы можно получить в одном месте, и об этом мы хотим поговорить в сегодняшней нашей программе. Знакомьтесь, пожалуйста, гости нашей студии. Людмила Николаева, директор экспертного центра ведения беременности клиники ИДК «Мать и Дитя». Здравствуйте! Доброе! Елена Рубахина, акушер-гинеколог клиники ИДК «Мать и Дитя». Добрый день! Добрый день! И пациентка экспертного центра клиники ИДК «Мать и Дитя» Анастасия Черцова. Особенно приятно приветствовать вас. Добрый день! Здравствуйте! Совсем недавно, буквально на днях, произошло заметное событие в мире медицины. В клинике ИДК был открыт экспертный центр поведения и беременности, и об этом мы как раз хотели бы поговорить сегодня. Ну, на самом деле, о беременности, как о погоде, как о политике, говорят все со знанием дела, все рассуждают как-то. Кому верить, Елен? Ну, прежде всего, наверное, верить себе. Это раз. Потому что эта беременность ваша, и она неповторимая, и она именно неповторима для вас. Потом, в общем-то, верить, конечно, своему акушер-гинекологу, которого вы выбрали, которого вы выбрали на протяжении, чтобы ввел вашу беременность на протяжении этих девяти месяцев. Настя, это ваша первая беременность? Не первая, но очень долгожданная. Поэтому я ее берегу и стараюсь выполнять все рекомендации врачей, следить за своим здоровьем с самого начала беременности. То есть это примерная пациентка? Ну да, поэтому Настя в нашей студии, как пример для подражания. Людмила, что значит экспертный центр? Звучит, конечно, очень красиво. Что это такое на самом деле? Вы знаете, мы экспертность рассматриваем с нескольких сторон. Во-первых, если брать медицинскую составляющую, то экспертность заключается в том, что у нашей клиники уже 23 года. 23 года мы открывались как клиника, которая помогает родиться о мечте родителей, помогает получить беременность посредством ЭКО и плюс операции. И на протяжении 15 лет наши врачи уже ведут беременность. Вот экспертность заключается в том огромном опыте, который накуплен клиникой за эти годы. И плюс ко всему, ну все уже знают, что в 2013 году мы вошли в состав группы компаний «Мать и Дитя», и это дало нам тоже определенные условия для того, чтобы усовершенствовать свои знания и усовершенствовать свои технологии. То есть мы объединили свои методологические базы, мы приняли для себя единые стандарты. Клиника ИДК взяла лучшие от «Мать и Дитя», и «Мать и Дитя» тоже берет определенные современные и хорошие технологии, с которыми работали мы. Если говорить про сервисную составляющую, в чем заключается наша экспертность, то это, наверное, знаете, вот комплексность. Настя, насколько, вот, наверное, согласитесь, удобно, когда все в одном месте. У нас клиника женского здоровья, и мы для того, чтобы нашим мамочкам было удобно, комфортно, спокойно проходить беременность, создали все условия. У нас есть целый поликлинический центр. Это плеяда хороших, профессиональных, узких специалистов. Это врачи, которые помимо акушеров и гинекологов помогают вести беременность. В том числе, например, генетик, гематолог, достаточно резкие специальности. Но, как правило, они решают проблемы, с которыми сталкиваются женщины, когда хотят получить беременность, а дальше выхаживают ее. У нас своя диагностическая лаборатория. Более тысячи анализов мы делаем сами у себя в своей клинике. И знаете, еще в чем огромное, как бы, преимущество. Вот Елена Евгеньевна, например, получив анализы на руки пациентки, если у нее остается вопрос, она поднимает телефонную трубку, звонит в лабораторию и уточняет все, что ей нужно. Дальше, если Настя приходит сегодня с утра, и ей нужно пройти в одном месте специалистов, сдать анализы, она это может сделать в течение одного-двух часов максимума. Давайте мы сейчас вместе с нашими зрителями всходим на экскурсию в ваш экспертный центр, а после этого уже какие-то вопросы будем проговаривать более подробно. Каждая женщина мечтает выносить и родить красивого и здорового ребенка. Все больше будущих мам доверяют здоровье свое и малыша специалистам экспертного центра поведения беременности клиники «Мать и дитя» и ДК. Был первый неудачный опыт беременности, и вот после него я решила больше не рисковать и обратиться в хорошую клинику, чтобы уже наблюдаться у опытных врачей. С первых дней беременности и до самых родов будущие мамы тесно сотрудничают с опытнейшими врачами клиники. Благодаря этому можно вовремя выявить и предотвратить любые возможные отклонения. Особое внимание уделяется точной диагностике, работе с тревожностью и подсознательным страхом у беременных. Тем более, что таких пациенток становится все больше. Существуют биохимические скрининги, ультразвуковые скрининги, на которых исключаются эти риски. И, соответственно, двухкратный контроль позволяет этим женщинам обеспечить свое спокойствие. Существует еще методика пренатального неинвазивного теста, когда в меньших сроках беременности мы можем исключать эти аномалии. Для удобства женщин сделать все анализы и посетить узких специалистов можно в одном месте и в один день. Для контроля за правильным развитием всех систем и органов будущего малыша каждые три месяца проводится акушерское УЗИ. Вот лежит спинка к переду, лицом к сзади. Отвернулась. Да, все так сказать. А вот с этой стороны, это у меня здесь ручки, видимо, потому что она все время... Вот здесь вот ножка. Ножка, да? Потому что она все время с этой стороны меня толкает в этот бок. УЗИ проводится с использованием новых методик трехмерного ультразвука на аппаратах экспертного класса. Это дает уникальную возможность увидеть плоты его движения в объемном изображении. Первые фото своего малыша родители могут увидеть еще до его рождения. На прием к специалистам экспертного центра нередко приходят и будущие папы. Таких ситуаций очень много. Иногда папы на приеме задают вопросов больше, чем сами беременные женщины. Иногда они осведомлены о многих таких интересных и интимных подробностях. Я всегда приветствую внимание мужчин. Заправляем одну сторону. Ворочем. И вторую. Вторую накрываем. Подготовиться к родам, освоить тонкости обращения с малышом научит мамина школа. Пациентки центра с удовольствием посещают занятия и готовятся к рождению будущей жизни. Дается большое количество информации, полезной, нужной. Задается такой позитивный, положительный, нужный настрой непосредственно на этот наш большой сложный этап, который ожидает. Да, конечно, очень нравится. Огромный опыт поведения у сложных беременностей, возможность в любое время получить ответы на все вопросы, максимально комфортная атмосфера. Экспертный центр поведения у беременности клиники «Мать и дитя» и «ДК» – это, по сути, клуб будущих мам и пап, с которыми работают врачи, психологи, педагог. Рождение каждого здорового малыша – это и личный праздник сотрудников центра. Настя, у меня к вам вопрос. По какому принципу вы выбирали клинику? По, так скажем, сарафанному радио. То есть я обратилась к подруге, которая наблюдалась уже в этой клинике, расспросила ее, задала все вопросы. Она мне очень положительно отрекомендовала эту клинику. Я еще, поскольку люблю все проверять, перепроверять, залезла на сайт, почитала отзывы и решила все-таки оставиться именно на этой клинике, на «Мать и дитя». И пока ни разу еще не пожалела о своем выборе. Потому что очень много компетентных специалистов, и вопросов частенько возникает очень много в связи с положением. И все вопросы, которые у меня возникали, мне всегда давали четкие и такие развернутые ответы. Это всегда очень приятно, когда к пациенту с таким вниманием относятся. Вы сказали, что первая беременность была неудачной, и нетрудно представить, как дорожите вы этой. Но вот стало сейчас спокойнее, по крайней мере. Вот вы чувствуете, что вы под контролем, под контролем? Конечно. Когда выбираешь врача и уже находишься на протяжении многих месяцев как бы в тесной связи с ним, общаешься с ним, задаешь вопросы, видишь, как он тоже с вниманием относится к твоей ситуации, то уже спокойствие, конечно, наступает более-менее. Экспертный центр. Относится ли эта экспертность к специалистам, а не какие-то особенные у вас? Вы знаете, я с гордостью скажу «да». Объясню, почему. Ну, вот на протяжении того времени, которого я работаю в клинике, что я вижу? Ну, во-первых, у нас система организована таким образом, что у нас могут работать врачи, которые постоянно занимаются саморазвитием. Невозможно продолжать работать, если ты не изучаешь все, что появляется в медицине, в области акушерства, гинекологии. Плюс у нас работает корпоративный университет, который предлагает обучающие программы как нашим и не нашим докторам. Мы проводим внутренние семинары, конференции, мы проводим вебинары для врачей, кстати, для пациентов тоже. Мы проводим конференции для врачей, как наших, так и для акушерогинекологов вообще Самарской области. У нас врачи обязательно, мы врачам оплачиваем сертификационные циклы. И плюс, если есть желание у врача, либо нам нужны какие-то специалисты, которых нет в клинике, мы организуем обучение именно новой дополнительной специальности к основной. То есть мне это безумно нравится в нашей клинике. Я правда горжусь. Елена, вы совершенно справедливо сказали, что сложных беременностей сейчас становится все больше. Наверное, этому масса причин – это и экология, и то, что мы едим, чем мы дышим, что мы пьем, но и много чего другого. Я знаю, что некоторые врачи и клиники стараются отказаться от введения сложной беременности. Вы берете эти случаи. Я даже слышала, что недавно у вас родила женщина, у которой была одна почка, и это, наверное, такой праздник не только для нее самой, но и для врача, который вел эту беременность. Почему вы работаете смело со сложной беременностью? Ну, вы знаете, ну, во-первых, все-таки, наверное, все страхи наши от наших незнаний, поэтому мы стараемся вот эти страхи развеевить чем? Обучением собственным, обучением собственным опытом. Поэтому и так же работой с пациенткой. С пациенткой. С каждой конкретной пациенткой мы работаем индивидуально. По каждому индивидуальному разработанному плану. То есть у нас нет одинаковых беременных. У нас нет одинаковых беременностей. Каждая беременность, она чем-то отличается. У каждой конкретной пациентки она разная. Поэтому именно вот работая с каждой конкретной пациенткой отдельно, да, по, в общем-то, работой, взаимодействуя с ней, взаимодействуя с другими специалистами, которые необходимы для консультации именно этой конкретной пациентки, мы добиваемся, в общем-то, хороших результатов. И действительно, те беременности, те беременные, от которых отказываются, может быть, в других каких-то лечебных учреждениях. Мы берем это, да, и не считаем это чем-то уже особенным. Это уже становится, можно сказать, рутина для нас. То есть это и ведение беременности после ЭКО. Это ведение беременности с невынашиванием. Это ведение беременности с тромбоэмболическими осложнениями, с заболеваниями свертывающей системы крови у беременных. Экстрагенитальные патологии уже, если взять щитовидные железа, сахарный диабет, то у нас очень сильные эндокринологи, которые помогают нам в этом, помогают нам доносить беременность до сроков родоразрешения и благополучно получить здорового малыша. А если в течение беременности возникают какие-то отклонения и требуется госпитализация? Ну, я скажу, что это не проблема медкомпании ДК. То есть у нас работает госпитальный центр. Госпитальный центр очень сильный, очень мощный, с мощным оборудованием, также с грамотными специалистами. То есть в первом триместре беременности мы, в принципе, госпитализируем пациентку на себя, в свой госпитальный центр и проводим соответствующее лечение в условиях стационара. То есть пациентка получает полноценное лечение. Если возникает необходимость, в общем-то, во втором и третьем триместре, да, мы можем задействовать любой другой стационар нашего города. Да, вы знаете, я хотела добавить, что очень важно. Понятно, что врач, он несет стопроцентную ответственность за конечный результат. Но вот вообще 9 месяцев, которые находятся пациентка у нас, у нас работает целая команда. Когда мы говорим, почему мы ведем сложные беременности, почему, наверное, не отказываемся, поскольку у нас организованы процессы таким образом, что существует три контура управления. Первый – это непосредственно врач. Второе – это команда заведующих, которые вместе с врачом наблюдают беременные в определенные периоды. И третье – у нас существует институт главных специалистов. То есть в каждой специальности нашей клиники есть главный специалист, который отвечает за стандартизацию работы, за разработку и внедрение единых стандартов. Ну, кстати, если говорить по группе компании «Мать и дитя», можно сказать даже про четвертый уровень, потому что в группе компании есть также институт главных специалистов, который работает уже не только непосредственно на какую-то одну свою клинику, но и на всю группу компании «Мать и дитя». И таким образом получается, что происходит синергия специалистов и беременные. Она не одна, вернее, не только один акушер-гинеколог ведет эту сложную беременность, а по сути четыре уровня специалистов помогают пройти вот такую сложную беременность. Вы знаете, я дополню. Просто мы никогда не стесняемся просить помощи. Просить помощь у смежных специалистов, просить помощь у своих коллег, а также у заведующих отделений. И если нужна, в общем-то, нам какая-то консультация даже, вот мы же сейчас входим в группу компании «Мать и дитя», то есть консультации из Москвы специалистов, это нам всегда могут оказать по скайп-конференции. Ну, когда есть команда, конечно, всегда спокойнее и надежнее. То есть мы всегда работаем в команде, поэтому, может быть, действительно, поэтому нам надежно, мы чувствуем за собой надежный тыл. Настя, беременность подходит к концу уже, в общем, осталось совсем немножечко. В силу того, что вы наблюдались все это время, выполняли рекомендации, посещали наверняка мамину школу, чувствуете ли вы страх перед предстоящими родами? Подготовлены вы в этом плане или нет? Вы знаете, страха пока нет. Я не знаю, может быть, появится там на последних днях, но страха нет, поскольку я довольно серьезно готовилась и продолжаю готовиться к этому моменту. Я очень много читала и консультировала с врачом, и, конечно, мамина школа очень помогает в этом плане. Вот, когда все объясняют, все рассказывают, наглядные примеры. Хорошо, а выбрали ли вы уже место, где будете рожать? Я, собственно, не спрашиваю, где именно, но в принципе. Да, определилась и, в принципе, с врачом уже тоже определилась. В вашем центре ведения беременности доктор наблюдает женщину, целая команда наблюдает на протяжении всей беременности. Но рожать-то будет она в другом месте. Вот, ведь многие пациентки выбирают клинику именно, где можно и наблюдаться, и рожать. Что вы можете по этому поводу сказать? Вы знаете, это из серии мифов. Мы вообще очень любим работать с мифами. Я согласна с вами, что действительно бытует такое мнение, что нужно выбрать ту клинику, где ты будешь рожать. Тем не менее, Настя, наверное, вот сейчас либо опровергнет, либо подтвердит мои слова. Ведение беременности и рода — это совершенно два разных процесса. Что такое беременная женщина? Это эмоции, это определенное состояние, это волнение, настроение. И доктор, который ведет беременность, он должен быть очень гибким. Потому что сегодня у нее хорошее настроение, завтра не очень. И нужно уметь с этим работать. Потому что все равно эмоциональное состояние пациентки — это очень важно. И мы действительно в первую очередь нацелены на то, чтобы пациентке было комфортно, тепло, уютно. И, соответственно, доктор, который ведет беременность, должен обладать определенным психотипом. А дальше вот представьте роды, когда все стремительно, когда жестко, нужно сконцентрироваться. И там человек, доктор, должен быть совершенно другим. Да, если здесь потакать капризом, то можно и не родить. Можно и не родить. Я себя вспоминаю до сих пор. Доктор, сделайте же что-нибудь, сейчас я умру. Он мне говорит, так, лежим спокойно. Поэтому это два совершенно разных доктора. И это абсолютно нормально, когда вы ведете беременность в одной клинике, а рожаете в другой. Здесь единственный очень важный вопрос преемственности. Это важно, чтобы мы не просто так бросили пациентку, а мы все в банке передали. То есть вы говорите, до свидания, иди рожай. Или как это происходит? Если мы четко должны понять, кому мы передаем пациентку, мы должны рассказать, какие особенности были протекания беременности, и какие могут возникать ситуации при родах. Не знаю, Настя, вот вы что скажете? Я как раз соглашусь, что когда я определялась с врачом и с местом, где я буду рожать, как раз у меня врач помогал мне именно определиться с выбором, подсказал, где что, на что обратить внимание, на какие вопросы. И потом уже при общении с врачом, уже у которого я буду непосредственно рожать, я тоже как раз была подготовлена. То есть у меня были необходимые вопросы от моего врача, которые я могла задать и проконсультироваться. В общем, тут была взаимосвязь такая очень хорошая и четкая. Я бы хотела добавить, вот за 9 месяцев, на протяжении 9 месяцев, что мы общаемся с пациентками, да, они нам становятся настолько родными, что если уже просто отправить в никуда, такого просто мы не представляем, как это может быть. Обязательно посоветуем роддом, обязательно успокоим. Но пройдя, я хочу сказать, что они подходят к родоразрешению у нас абсолютно спокойные, у них нет страха перед родами, потому что они подготовлены. Они знают, что их ожидает, они знают, куда они идут рожать. И, в общем-то, пройдя мамину школу, они готовы стать мамами уже. Вашей-то лабораторией диагностической завидуют многие учреждения. Да, и мы этим гордимся. Вообще, если говорить про диагностику, здесь нужно тогда разделить на два понятия. Диагностическая лаборатория, где делают анализы, и парк аппаратов УЗИ. Вот у нас уникальный в Самаре единственный, наверное, парк, в Люсонов Е8. Это когда вы видите как раз то, о чем вы говорили. Ребенка видели 3-4D изображение. Мне кажется, она даже улыбалась. Да, там абсолютно видно полностью, ну, то есть ребенка как живого. Ну, это единственная, по-моему, действительно в Самаре, вернее, клиника, где такое количество аппаратов. И плюс у нас, у наших врачей УЗИ международные сертификаты. То есть не только российские. А если говорить про диагностическую лабораторию, то мы оказываем услуги не только сами себе, да, в нашей клинике, но к нам обращаются многие другие лечебные учреждения. Мы для них проводим лабораторные анализы. Делаем порядка тысячи наименований, видов анализов. Я думаю, что сейчас найдутся, конечно, скептики, может быть, не скептики, которые скажут, ну, конечно, представляем, каких это стоит денег, и может это позволить себе наверняка далеко не каждый. Может быть, не очень корректно спрашивать Настю там про какие-то цифры, но вот вас лично испугала стоимость ведения беременности? Вы знаете, тут вопрос такой, когда ты хочешь быть уверен на сто процентов, и когда ты хочешь быть спокоен, ну, хотя бы не на сто, но на какой-то... Мне кажется, вот важно понять, за что ты отдаешь деньги, да? Да, то есть, естественно, когда ты выбираешь ту или иную клинику, ту или иную программу, то вопрос и цены, естественно, тоже встает. Но ты выбираешь, ты рассматриваешь, есть возможность сейчас у нас и с интернетом, и с прочими, и с просто мнением друзей, знакомых, ты можешь позволить выбрать какой-то из множества вариантов, выбрать какой-то для себя приемлемый. Вот. И тут уже каждый решает сам. Для кого-то приемлема одна цена, для кого-то другая. Вот. Но возможность выбора, она есть, это очень радует. Я думаю, что, наверное, и Людмила, и Елена слышали разговоры о завышенных ценах и об оправданности этого. Ну, здесь важно знать, за что пациент платит деньги, конечно. Потому что, если брать нашу программу ведения беременных по триместрам, то здесь просто мы тоже основываемся на все регламентирующие приказы, на все указы, стандарты и протоколы Министерства здравоохранения нашего российского. И единственное, мы расширяем немножечко обследование до тех уровней, которые считаем нужными, чтобы действительно предотвратить осложнение у пациенток. И Вы сказали, что врач отвечает за результат. Несколько слов, конечно, хотелось бы еще об ответственности. Вот как ее понимают сотрудники Вашего центра? И прямо хорошо понимаем. И Костин, на самом деле, что такое ответственность? Вот Вы когда задавали вопросы, как выбирать клинику, почему они должны дальше выбрать роддом, бросаете или не бросаете, здесь как раз разговор был. На самом деле, мы ведем до конца, до победного пациентку. Мы не прекращаем с ней общаться, когда она ушла в роддом. Мы обязательно на связи. Мы знаем, родила, не родила, как она себя чувствует. Дальше мы обязательно приглашаем ее на прием после родов, для того, чтобы посмотреть, каково ее здоровье у мамы, как женщины. То есть, и это непосредственно делают врачи. Ответственность, она такая, так скажем, она не уголовная, не административная. Это личная моральная ответственность перед пациенткой. И узнать, что дальше, конечно. Ну и понятно, поскольку мы медицинское учреждение, мы с точки зрения юридической несем абсолютно всю ответственность законодательную, которая предусмотрена государством. Ну, я хочу еще добавить, что у нас пациенты с нами на связи все 24 часа в сутки. То есть, обычно мы даем свои сотовые телефоны, да, и даем телефоны клиники, госпитального центра. Это, мне кажется, очень сложно для вас. Это сложно для нас, но это, в общем-то, для пациентов очень удобно, когда они знают, что они в любой момент могут нам позвонить, и в любой момент они могут получить ответ на свой вопрос. Пусть пустяковый, пусть, допустим, потому что ей можно кушать, что нельзя кушать в каждый конкретный момент. То есть, если с этим звонят. Она знает, что связь есть, да. Это придает спокойствие. Конечно, поэтому они у нас все спокойные, они у нас, да. И после родов, да, правильно Людмила Юрьевна сказала, после родов у нас, в общем-то, после родовый прием, он бесплатный для наших женщин, и они зачастую приходят с семьями. Они приходят с новорожденными ребятишками, чтобы показать нам плод, можно сказать, нашего совместного труда. Это очень трогательно. Или, по крайней мере, если ребенка там как-то не желает показывать, да, то фотографии у нас, у нас очень много фотографий в кабинетах, это наши детки, поэтому очень приятно, конечно. Осталось ли что-то недосказанным, что мы бы хотели сказать сейчас тем, кто нас смотрит? Знаете, я, наверное, от себя вот что-то, что хочу сказать. Ну, поскольку я мама, правда, конечно, давно рожала. Ну, мне так кажется, вот что бы мне было важно, и почему бы я выбирала клинику? Ну, я, наверное, не очень сильно тревожный человек, тем не менее, у меня мало времени. И вот то, что мне важно, максимально в короткий промежуток времени, максимально в комфортных условиях получить всю полную информацию, которая бы мне позволила понять, что я все делаю правильно. Почему? Потому что, ну, все равно же я не специалист, да, я не медик, я простая женщина. Но мне важно сделать все так, чтобы мой ребенок был здоровый, чтобы мои роды закончились благополучно. Поэтому вот если бы я выбирала клинику, я бы выбирала именно с точки зрения полноты, наверное, информации, и скорости, и комфорта, в которых я бы получала эту информацию. Потому что информация – это залог здоровья моего и моего ребенка. Ну, это мое личное ощущение. Ну, и если говорить вообще про то, что я бы пожелала нашим женщинам, я бы пожелала быть им любимыми, счастливыми, иметь как можно больше детей. Вот я сейчас это поняла, даже до своего возраста, что рожать надо много и столько, сколько ты хочешь, независимо вообще от обстоятельств. Ну, и возвращаясь к теме, действительно, нашего экспертного центра, наши пациенты, приходя к нам, они понимают, что они вкладывают деньги в свое потомство, в здоровье своих детей. Поэтому, конечно, мы стараемся прикладывать все силы, все усилия, отдавать им все знания, эмоции свои, чувства, свою любовь тоже дарить пациенткам, да, потому что мы их действительно любим. Поэтому добро пожаловать, мы вам рады. Спасибо большое. Я думаю, мы сейчас пожелаем все вместе, все-таки, Насте, удачных родов, рождения здорового малыша, счастья, материнства. Спасибо большое. Это ни с чем не сравнится. Чтобы беременность протекала без осложнений и завершилась благополучным появлением на свет здорового младенца, будущей маме желательно на протяжении всех девяти месяцев находиться под наблюдением опытных специалистов, именно опытных. Будьте здоровы, увидимся в программе «Здоровье». До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»